В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте в студии Оксана Ветрова. За последнюю неделю в республике участились случаи анонимных звонков о минировании зданий государственных учреждений. И если в минувшую пятницу, 28 января, сообщения о заложенной взрывчатке в пяти зданиях Донецка не подтвердились, то вчера после такой же анонимки оперативники обнаружили и обезвредили взрывное устройство в администрации Киевского района Донецка. Сегодня с утра начала поступать анонимная информация о минировании школ Большого Харциска. Сообщение о якобы заминированных школах Большого Харциска появилось в телеграм-канале главы городминистрации Виктории Жуковой в 10.28. Примерно в это же время стали поступать тревожные звонки на телефоны родителей школьников с просьбой забрать своих детей домой. Место встречи мамам и папам учителя назначали в зданиях учреждений, расположенных рядом со школами, куда были эвакуированы учащиеся. Например, из первой школы ребят перевели в Центральную городскую библиотеку, а из третьей – в ДК Карла Маркса. Со слов очевидцев, в организации образования сообщения о минировании поступили в конце второго урока. Учителя и дети узнали об этом, когда вместо привычного звонка на перемену прозвучали три длинных звонка. Дальше, согласно инструкции, все покинули здание. Анонимные сообщения о минировании школ сегодня получили не только в Харциске, но и как минимум в десятки других городов ДНР. На местах работают спецслужбы силового и спасательного ведомств. Главы администрации в соцсетях просят граждан не поддаваться панике. Минздрав ДНР фиксирует резкий рост заболеваемости COVID-19 в республике. По сравнению с прошлой неделей, показатели увеличились в два раза. Так, в понедельник выявлено 1138 новых случаев, вчера – еще 1248. И это при том, что еще неделю назад, 25 января, в ДНР было зарегистрировано только 598 ковид-больных. Очевидно, что чрезвычайно заразный омикрон штамм коронавируса вытесняет коварную дельту, на счету у которой множество смертельных случаев. У омикрона же сравнительно невысокая летальность, но теперь в группе риска дети. Они болеют чаще и переносят этот вариант коронавируса тяжелее. Чтобы препятствовать стремительному распространению омикрона, с завтрашнего дня школьники ДНР останутся дома. Согласно приказу Министерства образования и науки, с 3 февраля у первоклассников начинаются каникулы, которые продлятся две недели – по 16 февраля. Все остальные школьники в это же время, то есть со 2 по 16, будут учиться дистанционно. Сегодня в интервью Донецкому агентству новостей депутат Госдумы от партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водоладский заявил, что порядок пропуска граждан через государственную границу между республиками Донбасса и Россией планируется упростить к весне текущего года. После возвращения из Донбасса у меня запланирован ряд встреч, уже не впервые, с нашими руководителями Федеральной пограничной службы, Федеральной таможенной службы, с Министерством экономики, для того, чтобы к весне, когда начнется более интенсивное пересечение границы, не было того, что было в прошлые годы, когда огромное количество людей, особенно в весеннее и летнее время, стояли по несколько дней в очередях. Это недопустимо. Людям нужно создать хорошие, комфортные условия. Я думаю, что мы эту задачу решим. Сказал Водоладский и уточнил, что речь идет об ускорении работы и расширении пропускных пунктов, упрощении порядка пересечения границы, в том числе путем взаимодействия через единый портал госуслуги. Вчера во Дворце культуры в торжественной обстановке был дан старт Году молодежи в Харциске. Как все прошло, подробно расскажем в следующем материале выпуска. Всех гостей в фойе ДК встречали представители молодежных организаций Харциска, которые подготовили презентации своих объединений. Например, одной из визитных карточек нашего города является интеллектуальный клуб знатоков, созданный в 2016 году. Сборная команда клуба неоднократно побеждала в престижных интеллектуальных сражениях. Рядом со знатоками ребята из молодой гвардии юнармии, готовые рассказать об акции, которую они посвятили хлебу блокадного Ленинграда. Медиапозитив, совет старшеклассников, активисты молодой республики, члены молодежного парламента. Все эти организации также были готовы с удовольствием поделиться своими достижениями в общественной деятельности. Напомним, что указом главы ДНР Дениса Пушилина с целью развития творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активного привлечения к проведению социально-экономических преобразований в республике, а также воспитания у молодых людей чувства патриотизма и гражданской ответственности, 2022 год объявлен Годом молодежи. Церемония открытия Года молодежи в Харцинске началась с государственного гимна в исполнении хора школы искусства. Затем своей постановкой с говорящим названием «220» зрителей зарядил энергией супердинамичный танцевальный коллектив «Пантера». Наверное, самая активная молодежь, самая инициативная собралась сегодня в зале. К сожалению, ограничения нам не позволили собрать полный зал, но 50% зала заполнено. Самое главное, что бы я хотела пожелать вам в этом году, это, наверное, здоровье, оптимизм, и чтобы никакие ограничения не становились перед вами преградой. Чтобы всегда ваши глаза блестели, чтобы всегда были позитивны, и чтобы все идеи были воплощены. А мы уже взрослые будем вам в этом помогать. В ходе торжественной церемонии «Открытие года молодежи» на сцену поднялись активисты молодежных организаций, которые ведут свою деятельность в Харциске. Ребятам в очередной раз напомнили, что будущее республики в их руках, что оно создается прямо сейчас. Поэтому самое время развиваться и совершенствоваться на пути к достижению поставленных целей. За этот год мы заложим тот самый необходимый фундамент для молодежной политики, чтобы она впоследствии ни в чем не нуждалась. Молодежь Харциска очень замечательная, очень хорошие и деятельные ребята, которые достигают хороших, замечательных результатов во всех организациях. И со своей стороны хочу отметить, что искренне радуюсь, когда вижу, как Харциский штаб молодой республики развивается. И вот действительно это все лучшее и лучшее. Финальной точкой церемонии стало исполнение песни «Молодость в моменте». По окончании торжественной части всех пригласили посетить четыре образовательные площадки, где можно было принять участие в презентации социального проекта «Добра школа», тренинге по ведению социальных сетей, бизнес-игре от молодежного парламента «Включи свой успех» и тематическом квизе от Харциского клуба интеллектуальных игр. Если вы молоды и этот факт подтверждается вашей метрикой, или попросту ощущаете, что еще ого-го и молодой душой, самое время активизироваться. Год молодежи в республике стартовал. Будьте инициативны и до встречи на канале ТВСФЕРА. 3 февраля 1488 года экспедиция «Бартоломео-Диаша», направленная на поиски морского пути в Индию, достигла южной оконечности Африки. На самом деле от судоводителей тут ничего не зависело. Корабли «Диаша» попали в жесточайший шторм и двигались волей ветра и волн. Как только шторм утих, эскадра повернулась на север и уткнулась в мыс, который был назван «Мыс-Бурь». Пережившие счастливое спасение команды кораблей дружно отказались следовать дальше, и «Бартоломео» отдал приказ возвращаться домой. Король Португалии Жоан II Арагонский, выслушав доклад об открытии мыса, заметил, что с таким его названием путь в Индию еще долго не будет открыт. «Назовем его мыс Доброй Надежды», – повелел мудрый монарх. Уже через 9 лет Васка Дагама обогнул Африку с юга и добрался до Индии. Правда, это не значит, что в связи с добрым переименованием на границе Индийского и Атлантического океанов стало тише. Уже в пятницу в Кейптауне ожидается очередной шторм, ну а пока там умеренный южный ветер и температура воздуха около 20 градусов тепла. В нашем регионе днем 3 февраля тоже южный ветер от 5 до 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5, облачно, временами осадки. Ночью пасмурно, возможны осадки, дымка. Температура воздуха минус 1, северо-восточный ветер 4-7 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон»!